Привет, друзья! С вами Алексей Стеклов. Началась, наконец-то, зима, всё в грязище, всё как положено. Но скоро совсем начнутся морозы, и даже сейчас уже возникают вопросы у некоторых ребят. Почему же моя машинка заводится не так, как бы хотелось, и крутит-крутит, и сажает аккумулятор, и всякое такое? А причина неудачных запусков, именно неудачных, не то, что там плохого запуска или чего-то, а именно неудачного запуска, в основном из-за того, что владельцы автомобилей не знают, по какому же на самом деле алгоритму работают свечи накала. А от них зависит очень много, особенно зимой. Многие автовладельцы считают, что при запуске двигателя достаточно всего лишь навсего дождаться, пока на приборной доске погаснет иконка включения свечей накала, и сразу, как только она погасла, крутят стартером и пытаются завести двигатель. Давайте посмотрим, правильно ли это действие, или надо заводить автомобиль и контролировать работу свечей накала как-то по-другому. Поехали. Я подключился непосредственно к шине свечей накала и масочку на корпус. А теперь давайте посмотрим, как же на самом деле работают свечи накала у нас. Включаем зажигание, смотрим на лампочку и на индикатор. Есть лампа и тут же погасло. Но обратите внимание на индикатор. На свечи подается напряжение. И считайте время. Все, вот теперь можно заводить двигатель. И обратите внимание, продолжается нагрев свечей после пуска. Давайте еще раз попробуем. Обратите внимание на температуру двигателя. То есть двигатель горячий, но свечи накала работают. И засекайте время после того, как выключился индикатор прогрева свечей. Вот, было отключено питание подогрева свечей. Вот только сейчас можно заводить двигатель. Обратите внимание на индикатор. То есть свечи продолжают подогреваться уже даже после пуска двигателя. Причем двигатель, обратите внимание на индикатор, температуру двигатель горячий, двигатель прогретый. Итак, друзья, мы научились с вами заводить дизельный двигатель зимой правильно. Теперь вы знаете, сколько на самом деле надо подождать, прежде чем крутить стартер. И очень надеюсь, что это видео поможет вам в холодные зимы. Но все, что с вами рассмотрели, касается только лишь дорестайловых подфайндеров. И дорестайловых двигателей UD25. А в следующем видео мы разберем, как запускается. И как на самом деле работают свечи накала на рестайловых подфайндерах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не болейте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok